Добрый день! Добрый день, Владимир Владимирович. Рады вас приветствовать. Присаживайтесь. Будет получиться? Безусловно. Вы будете работать вот в этом канале. Хорошо. Мне кажется, что вот тот период, о котором мы с вами говорим, он самый интересный в отечественной истории. Самое интересное, потому что в нем много игроков, в нем много актеров. И они играют очень по-разному, очень разные роли. Это и власть, это общественность. Причем власть не монолитна. Общественность тем более не монолитна. Это нарождающиеся первые политические партии. Это большие общественные движения, народные движения, по-моему, все прочее. И все это еще на фоне происходит. Становление и развитие русской культуры, Серебряного века, совершенно блестящих достижений России в научной сфере. Это время, когда Россия была очень модной. О ней было принято говорить в любой европейской стране. И ей было принято интересоваться. Все, что творилось в России тогда, очень быстро становилось популярным по всей Европе. В 19 веке 19 век совершенно особое время в истории России. О нем порой забывают, а зря. Потому что именно в 19 веке складывался современный русский язык. Современная русская литература. В общем-то, современное русское искусство. 19 век – это та вот печка, от которой пляшет современная русская культура. До сих пор. И он очень большой, но очень долгий. Он начался с конца 18 века, с Великой Французской революции. То есть с 1789 года. Но закончился уж точно не в 1901 году. А в 1914, с началом Первой войны. Или с 1917 года. То есть с февральской революции. 19 век – это полтора столетия. И за эти полтора столетия очень многое изменилось. Главное, что появилось общество, которое отличало Россию 18 века от 19 века. 19 век – это не только государство. Это сложно организованная общественность, которая заявляет о себе. И которая требует в том числе политических прав. И гражданских прав в том числе. В огромном состоянии это результат 18 века. Но в истории невозможно прочертить каких-то строгих линий. 18 февраля 1762 года Петр III подписал манифест о вольности дворянцев. Фактически дворянство было освобождено от того же своего рода крепостного права, которое было возложено у него еще Петром Великим. Через день, на следующий день, 19 февраля, правда почти 100 лет спустя, а именно в 1861 году, было освобождено и крестьянство. То есть вот этот процесс освобождения, постепенного раскрепощения России затянулся по меньшей мере на столетии. В 1785 году Екатерина II подписала жалованную грамоту дворянству, где, помимо всего прочего, освобождало дворян от телесных наказаний. В 1863 году от телесных наказаний уже освобождены все сословия за, правда, одним маленьким исключением. Ну, маленьким – это в кавычках. Потому что речь идет о крестьянстве, которое составляло на тот момент более 83% населения страны. Оно будет освобождено от телесных наказаний в 1904 году. Процесс и этого в освобождении человеческой личности затянется больше, чем на столетии. Важнейший этап преобразования России – это великие реформы, которые тесным образом связаны с именем императора Александра II. Были освобождены 23 миллиона крепостных. Появились органы самоуправления в России, земство. Появился гласный состязательный суд. Были проведены реформы в области налогообложения, цензурного законодательства, приходского устройства. В общем, сложно найти такую сферу жизни, которой не коснулись великие реформы. До этого появились новые социальные страты, которых никогда в России не было. Адвокаты, земские врачи, земские учителя. Больше стало представителей журналистики. Существенно больше стало тех, кто занимался коммерцией. Россия менялась на глазах. Мы прекрасно помним, что крестьянская реформа последовала за поражением России в Крымской войне. Возникает вопрос, почему? Тут надо иметь в виду, что царствование Николая I к 1850 году, то есть до начала войны, казалось совершенно потрясающей эпохой для тех, кто лишь, и никто не сматывался вглубь, а пытался рассмотреть на поверхности происходящие события. Внешнеполитические успехи. Россия давно не терпит никаких поражений, а наоборот, одни победы. Николай I приезжает в Европу, и он является своего рода царем царей. Страна развивается, не стоит на месте. Огромные проекты, самые броские из них, и самые известные – это строительство железной дороги Москва-Петербург, которое было построено к 1851 году, и это была самая длинная, самая протяженная железная дорога в мире на тот момент. При Николае I в России появляется полное собрание законов и свод законов Российской империи, то есть кратификация закона. И у некоторых подданных императорам, напротив, есть ощущение, что никогда такого царствования, такого успешного царствования не было. И поэтому так странно звучат слова, очень непопулярно вот тогда, да, в общем-то, и сейчас, в России Астольфо-Декустино, что Россия – это империя фасадов. Какие же тут фасады, когда достижения налицо? Ну вот случилась Крымская война. Крымская война по своим последствиям не была такой катастрофической, как могло показаться. Были фронты, где Россия удерживала победы. Но, тем не менее, эффект был колоссален именно потому, что такого исхода войны никто не ожидал. После ее окончания Петр Александрович Валуев, будущий министр внутренних дел, говорит о том, что в России сверху блеск, а внутри гниль. И в этой связи ставится очевидный вопрос. Нужно провести системные реформы, которые изменили разные стороны жизни. А можно их провести, если мы не проведем реформу крестьянскую. Если фактически не освободим от рабства более 20 миллионов человек, а на тот момент треть населения России. Вопрос риторический, ответ естественный. Конечно же, нельзя. Потому что невозможно провести судебную реформу, гарантировав все сословный суд, если у вас на одной из камьи присяжных будут сидеть помещики и их крепостные. Невозможно устроить армию в соответствии с принципами всеобщего призыва, если вы будете призывать в эту армию и дворян, и их дворовых, например. Реформы Александра II должны были начаться с реформы крестьянской. Ведь на самом деле эту реформу будут делать кто учился в Николаевские годы. То, что проделывало правительство в 50-е, 60-е годы в огромной степени будет следствием того, что задумывалось, скажем, Павлом Дмитриевичем Киселевым, ближайшим человеком к Николаю I, который тоже был сторонником решения крестьянского вопроса. Но главное в 50-х, 60-х годах это совершенно новая атмосфера, новая эмоциональная атмосфера. Это ощущение того, что теперь многое возможно, и можно перевернуть все. И очень быстро. Ведь не случайно слово «гласность» это как раз из 60-х годов 19-х. Эта новая атмосфера, создававшая и новых людей, вместе с тем создавала вот кризис ожиданий. Вы ожидаете одно, а не получаете всего того, чего хотите. Реформа, она была проделана так, чтобы с одной стороны действительно изменить социальную структуру, придать новые права огромной части населения страны, а с другой стороны не вызвать бунта, бури, которая вполне очевидна, что эта реформа по большому счету не устроила ни помещиков, ни крестьян. Отмечу одно и главное. Крестьяне освобождаются. Освобождаются с землей, но они не становятся собственниками земли. Они не могут с этой землей ничего сделать. Более того, они не могут уйти от этой земли. Они привязаны к ней в сущности. Они находятся в той же самой зависимости, как и прежде. Но раньше они зависели от помещика, а теперь они зависят от своей общины. Да, конечно же, процессы, урбанизация, торг, города, но не такой, как мог бы быть, если бы государство этому придало дополнительный импульс. По той причине, что правительство очень как раз опасалось того, что крестьянство уйдет в города. Вот эти полушаги, полумеры, они, мне кажется, в этих обстоятельствах совершенно неизбежны. Нельзя за это обвинять правительство. Оно идет по тому пути, который кажется рациональным. Реформы действительно коснулись всех сторон жизни общества. Реформа прихода, реформа государственного контроля, реформа налоговая. Есть одна сфера, которой реформы не коснулись. Это сфера власти. И был лишь шанс на самом деле у правительства пойти на реформу государственного устройства. Но, проще говоря, на конституционную реформу. Потому что в высшей бюрократии об этом вопрос ставился неоднократно. Был на сей счет проект Валуева, министра внутреннего дела. Был на сей счет проект великого князя Константина Николаевича, то есть брата государя. Был на этот счет проект министра внутреннего дела Михаила Тарелыча Лориса Меликова. Но этого не случилось. Что из этого следует? Из этого следует то, что центр системы остался тем же, а вся периферия изменилась. И у вас в центр вступает в противоречие с этой периферией совершенно неизбежностью. 1964 год. Возникают земства. А уже через полтора года земства вступают в конфликт с губернатором. Примерно тогда же они начинают заикаться о необходимости Всероссийского земского собрания. Проще говоря, они говорят о необходимости создания в России аналога парламента. Теперь новый суд. Казалось бы, замечательно. Это та реформа, которая по справедливости считается наиболее законченной, наиболее продуманной. Теперь у вас есть адвокатура. И теперь есть суд присяжных, что не менее значимо и важно. Но вот этот суд, опять же, не встраивается в ту политическую систему, которая характерна была для России. И в этом смысле очень характерен эпизод, связанный с процессом над Верой Ивановичем. Засолич стреляет в гранначальника Петербургского Трепова. Правительство уверено в том, что при наличии столь явных улик суд присяжных ее не может оправдать. А суд присяжных, вопреки всем ожиданиям, Засолич оправдывает. Оправдывает потому, что в обществе нет консенсуса относительно того, что есть преступление, когда вопрос стоит о политике. Те, кто сидел в зале суда, по оглашению приговора встали и долго аплодировали Засоличей. Ну, вот как раз вопрос политический, это то, на что общество заостряло свое внимание. В это время, в эти годы, дети играли в Конституцию, включая будущего председателя Первой Государственной Думы Сергея Андреевича Муромца. Или же будущего ректора Московского университета Сергея Николаевича Трубецкого. Вообще, довольно странная ситуация, потому что Конституцию Россия даровала своим ближайшим соседям. Конституцию получат Финляндия, как часть Российской империи, Царство Польское, как часть Российской империи, Болгария получит Конституцию, как раз в 70-е годы, опять же, из рук России. А вот Россия, самой Конституция, была не положена. И это, в общем, вызывало раздражение общества. Но это то, что общество не могло не заметить. А было то, что общество не замечало. В России, по сути дела, не было полноценного института частной собственности на Землю. И то, что это хорошо, соглашались люди самых разных, прямо противоположных взглядов. Все говорили о том, что это вот такой специфический особый путь России. Надо ценить общину, которая является вот тем устоем, который обеспечивает стабильность стране. Или, может быть, даже, напротив, дает основания надеяться на некие перспективы в будущем. Начало 20-го века станет, с одной стороны, поворотом в сторону Конституции, которую ждали многие, а с другой стороны, поворотом в сторону частной собственности, которую боялись многие. И то, и другое в огромной степени связано с именем Петра Аркадьевича Столыпина. Столыпина фигура очень яркая. Он не был чиновником ни по своей карьере, ни по своему мировоззрению. Он сам говорил, что он представитель общественности. И это правда, потому что большую часть жизни он был предводителем дворянства. Именно на волне первой русской революции Столыпин становится министром внутренних дел, а потом и премьер-министром. И вот что важно. Обычно, когда говорят о Столыпине, всегда имеют в виду крестьянскую реформу. И это оправдано, конечно, потому что это то, что действительно гремело тогда, а главное, это то, что коснулось большинства населения России. Но дело в том, что все же это не вполне справедливо. Потому что в седьмом году Столыпин выступает с программой реформ, которая оглашает перед Государственной Думой. И эта программа реформ должна была затронуть вот тут уж точно все сферы жизни России, включая и политический аспект проблемы. Потому что Столыпин был сторонником сохранения Законодательной Думы. При этом предполагал создать полноценный сословный суд, который был расстроен на все сферы жизни, включая и в области. Конечно, очень важное мероприятие, которое задумывалось Столыпинским кабинетом, это создание пенсионной системы, которая прежде всего должна была затрагивать рабочих. Обычно Столыпинская реформа прочно ассоциируется с указом 9 ноября 1906 года, который позволял крестьянам отчуждать свою надельную землю в частную собственность. Но не менее важный, это указ 5 октября 1906 года, крестьяне получали права, по сути дела, равные тем, что имели прочие сословия в России. Впервые, по большому счету, в российской истории. Вот процесс раскрепощения, начавшийся в 1762 и в 1885 году, завершился тогда, в 1906. Теперь крестьяне могли свободно передвигаться без санкций общины, могли свободно выбирать место работы, тоже без санкций общины. Это был огромный прорыв в правовом состоянии тогдашней Российской империи. Но Столупин ставил вопрос шире. Он добился того, что в России был проведен полноценное законодательство, обеспечивающее равноправие старобрядцев. Он ставил вопрос об отмене черты оседлости для евреев. Острейший вопрос национальный для тогдашней России, но тут он встретил сопротивление со стороны государя-императора. Опять же, эта норма была в итоге проведена, но проведена в порядке указного права, но не получил законодательного оформления. Проблема в том, что вот эта совокупность мероприятий вызывала раздражение со всех сторон. По сути дела, у Столыпина не было союзников. На самом деле, у Столыпина были сложные отношения и с ближайшим придворным окружением государя и с 1909 года, судя по всему, и самим царем. И не случайно сам Столыпин говорил, что у него не власть, а тень власти. И не случайно поэтому та программа реформ, затеянная в 1906-1907 году, стала потихоньку сворачиваться. И, по большому счету, точку в его преобразовании было бы поставлено раньше, нежели 1 сентября 1911 года, когда звучал известный выстрел в Киевском оперном театре. Вот то напряжение, которое было характерно для России этого времени, то та конфликтность, отсутствие диалога, отсутствие желания услышать друг друга в огромной степени свидетельствует о преддверии большого политического кризиса. Обязан ли этот политический кризис был разразиться в революцию? Нет, ни в коем случае. Но то, что он так или иначе должен был изменить политический режим, несомненно. Но при всем при том, Россия не только развивающая страна и быстрорастущая страна. Эта страна, несомненно, очень серьезных дисбалансов развития. Один английский путешественник в начале 20 века сказал, что в России общество, имеется в виду интеллигенция, это век 21-й. Власть это век 18-й. А все остальное население, ну, преимущественно крестьянство, конечно, имеется в виду, это век 14-й, то есть такое глухое средневековье. Те, кто участвовал в этом процессе политическом, это были люди, очень часто знакомые друг с другом, более того, родственники. Но эти родственники, когда сходились на политической авансцене, оказывались лютыми противниками, потому что они не очень понимали тот язык, на котором говорил их сосед. Конечно, речь идет не о буквальном понимании этого слова, а язык политический, категориальный. Они имели в виду разное, когда говорили как будто об одном и том же. Важно то, что, конечно, урок особенности начала 20-го века заключается в том, что необходимо слушать друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok